Ну что ж, и всем привет, с вами H-Soft Seen, и сегодня мы продолжаем выживать на сборочке Agrarian Skies, версия Майнкрафта 1.6.4. Ну что ж, поехали. Ну, у нас между предыдущей серией и нынешней прошло аж целая ночь. Соответственно, вот весь мой улов за ночь. И, соответственно, вот здесь вот, это то количество принцессок, которые у меня приехало, помимо того, которые у меня сейчас уже есть. Знаете, полазив немного за кадром, я так подумал, я же могу смешать, допустим, и гнобл принцесс с какими-нибудь трутнями, и, возможно, даже получу что-то стоящее. Но, конечно, это маловероятно, но тем не менее. Так, нам нужно маточное молочко. Давайте вот стремиться к нему. И будем выводить именно вот эту пчелу Imperial. Imperial, это у нас Noble и Majestics. Noble у меня есть? Нет, по-моему. Ну ладно, хрен бы с ней, нету и нету. Давайте пробовать. Так, Noble, это у нас Common и Cultivated. Cultivated, такой ярко-синий цвет. Короче, как оказалось, мне все вот эти вот пасеки дают определенное количество... Как их назвать-то, я даже не знаю лучше. Короче, они мне с периодичной вероятностью дают еще и королев. Что весьма радует. Причем, неважно, как у улей, все они дают королев. То есть, у меня сейчас Common королева есть и все остальное. Я так понял, может быть, это, конечно, моя ошибка, но... Вон там вот я подготовил еще большую пасеку под 25 улей. Вот. Если я правильно понял, то у Ignobul, королевы, есть 10% вероятность сдохнуть вообще после определенного раза и не дать потомства. А у Престайн такого варианта, ну, допустим, нету. Так, ладно. Это я так, небольшой экскурс. Давайте, Noble, Common, Cultivated. Cultivated это... Water, Common. Так, Common и Forest. Это я могу себе позволить. Common. И не так много Common, конечно же, но тем не менее, вот всего их две. Так, и обе Престайн, да? Common и... Forest. Но Forest мне нужен трутень. Берем, закидываем, смотрим. Мутаген у меня до хрена, поэтому я особо париться даже не собираюсь по его поводу, да и тратится он там по 200. Cultivated королева, Престайн, кстати говоря. Хорошо. Далее. Это мы делаем Cultivated и Common. Слушайте, а можно как-то по-другому Noble сделать? Так, хорошо. Допустим, так. Допустим, я соглашусь. Смотрите, мне сейчас надо, чтобы моя пчелка как можно быстрее начала давать потомство. Соответственно, мы включаем гендастри. В прошлой серии я неправильно перевел. Вот эта вот штука, Lifespan, это продолжительность жизни, то есть, соответственно, она укорачивает продолжительность жизни, не удлиняет, а наоборот укорачивает. Я почему-то прочитал, как удлиняет. А, так у меня Cultivated даже есть, обалдеть. Ну, тем лучше, чем больше Cultivated, тем, я думаю, будет реально лучше все приставлены. Тем более, я, возможно, даже их посажу всех рядышком. Кстати, у нас, видите, у нас сразу Королева Cultivated получается. То есть, все замечательно. Я хотел взять маринованный паучий глаз, и, кроме того, я еще хотел взять паучьи глаза, чтобы сделать из них как раз такие маринованные. То есть, мне сейчас надо, банально, очень много Cultivated пчел. Чтобы их сделать, соответственно, мне их надо быстрее убивать, чтобы они давали потомство. И, возможно, помимо потомства, они мне будут давать еще и, как это называется, Королев, Принцесс. То есть, это, знаете, можно сказать, такой... Так, что еще? Сейчас, секунду. Я ищу, я ищу, я ищу. Я не помню, что еще. Короче, как эта хрень делать? Я ищу грибы. Такая умиральная яма для пчелок, для моих. Да, кстати говоря, по ресурсам. У меня все очень хорошо. 12к елорита есть, и 2000 уже прожрано цианита. То есть, в принципе, я пока иду в плюс. Мне это нравится. Так, мне нужен гриб. Ну, или хотя, давайте сразу же. Так, понятно. Нахрен ты это печатаешь? Вот. У меня есть и это, и это, но нет сахара. Давайте это я тоже скину. Хорошо. Сейчас пойдем. Сахар у меня пчелу приносит. Сахар. Так, где-то он у меня был. Вот. Сколько у меня пчелки наносили. Это, говорю еще раз, это за вечер. Сота я пока не вскрывал. Ну, не знаю. Пока не вижу особого смысла в этом. Так, мне надо четное количество. У меня их получается 4. Так, это сколько ж надо-то? На 1 улей по 2 маринованных, по 4 маринованных паучьих глаза. 4 на 4. 16, что ли? Обалдеть. Ну, как-то так, наверное. Так, далее. Далее, чего меня интересует. Меня интересует вот такая штукенция. Все есть, кроме центровухи. Центровуху сделать не проблема. На самом деле, я бы сразу 64 сделал, но у меня не хватит улова, да? Хорошо. Сейчас делаем улова. Вот еще что, а улова у меня до хрена. Хотя, надо было оттуда улова забрать и заставить сделать ее тысячу, допустим. Так, было бы проще. Так, сколько у меня? 37. Да, давайте еще стак сверху я сделаю, да и все. Париться особо не буду. Да, отлично. Стак у нас есть. Так, теперь. Теперь нам нужна вот эта вот... Так, давайте тоже стак я сделаю сразу же. Чтоб потом не вспоминать. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Пусть будет пять. У меня пока будет четыре только улья, но я сделаю пять. Заготовочку сразу же. Под какую-нибудь десятую. Так, это есть. Что еще мне надо? Мне нужно стекло. Делаем стекло. И раз. Понятно. Раз, два, три, четыре. Хорош. Опять стекло. Пять штук. Отлично. Так, труба у меня электрическая имеется. Вначале мы их рассудим, а потом уже будем с ним что-нибудь делать. Так, а интереса ради. Я из Скультивейтед Принцессу исследовал, да? Давайте посмотрим. Она дает мне какой-нибудь дебаф. Просто не хотелось бы. Нет, эффект нету. Наикоротчайший у нее и так срок жизни. То есть она и так будет умирать очень-очень быстро. Ну и ладно. На, путь подыхает быстро. Я там говорю, я там целую такую плантацию под 25 будущих. Ну я не знаю, я по две клетки между ними оставил. Нужно ли это было? Не нужно. Хрен его знает. Ну я посчитал, что пусть будет по две клетки. Чтобы мне потом было немного поудобней. Вот когда здесь эффекты начнут появляться, вот тогда все животины здесь попередохнет. Это точно. Пока, хрен с ней, пусть живет. Но тем не менее, я ненавижу этих кошар здесь. Они так бесят. Так, главное, чтобы реактивный ранец на мне одет был. А то еще прошляпить могу. Этот момент. Все, все пять подключены. Теперь мы садим сюда пчелок. Эрис. Один. Зачем тебе трутень? Ты уже королева. Те уже хватит. Два. Три. И четыре. Естественно, вам нужно... Нет ошибок. Ошибки есть, наоборот. Вам нужны цветы, скорее всего. Скорее всего. Не знаю точно. Я думаю, два цветочка я им дам. Пусть олени его опыляют. Как могут. Не знаю, допустим, вот сюда. И вот сюда. Чтобы те и другие достали. Так, все отлично. Здесь продукция пошла. Здесь продукция пошла. Причем уже продукция прилетела. Чем меня удивляет. То есть, это очень быстрый производство продукции. В принципе, мы можем попытаться вообще сделать вот этот вот спаун. Засунуть прям в одну. Я, правда, не знаю, как это получится и как это будет выглядеть. Ну, попробовать можно. То есть, как говорится, у них и так кратчайший срок жизни, а мы его еще и укоротим в несколько раз. Ну, я не знаю. По сути, она должна дохнуть вообще мгновенно. Бедолага такая. Ну, и давайте сюда тоже. То есть, здесь у нас будет умиральня. К сожалению, надо будет еще свет дать. Да? Ну, поэтому четвертый апгрейд, конечно, был лишний. Я им тут еще свет дам везде. И пусть они умирают. Главное, чтобы эффект еще стакался от всех этих штук. Так, сейчас мне нужен искусственный свет. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я говорю, вот эти вот подложки и фреймы, они нужны в любом случае. А, подождите, нет, автоматизация тут. Вот, видите, они уже сдохли. То есть, мне сюда еще нужна автоматизация, как минимум. Чтобы они днем работали. Ну, тогда получится, да, по два на каждый, как я изначально думал. Смотрите-ка, они стакаются, походу. Ну, я на всякий случай все равно вот так вот разнесу. Вдруг они не стакаются. Так, все замечательно, все отлично. Сюда один. Кстати, заметьте, а эти не стакаются, а эти стакаются. Возможно, такие можно так делать. Надо будет сравнить. Потому что вот я сейчас через shift-клик жму, и они загружаются только по одной. То есть, скорее всего, скорее всего, ну, я просто прошляпил. Можно было делать и так. Две в одну закидывать. Ну, у них сейчас и так наикратчайший срок жизни, а так у них вообще будет. Минус 60% от наикратчайшего. Это, ну, просто вообще пипец. Это вот специальные ульи, я думаю, будут для разведения. Как раз-таки они очень удобны мне будут. Так, автоматизаи шин-шин-шин-шин. Почти угадал. Мне прям гиндастри так понравилось. По сравнению с этой экстра-бис. Намного проще, намного удобнее, намного быстрее. И поинтереснее хоть как-то. Хоть какой-то интерес к этому моду появится сразу же. А то я говорю, я из-за вот гиндастри... Ой, из-за... Как его называют, забыл опять. Так, вот сейчас я забираю здесь и забираю здесь. Здесь я ставлю. И здесь ставлю. Ну, здесь пусть три будет. Посмотрим, кто быстрее сдохнет. Если одинаково, значит, такие либо они не стакают своего количества, либо, ну, просто... Что так, что так, работает хорошо. Пик, пик. Знаете, умиральные ямы такие. И что, не работаем? А, работаем, просто заглючили. Понятно. Это хорошо. Это я еще и продакшн могу им поставить дополнительно. Чтобы они больше продукции производили. Что-то похоже из-за лайфспауна. Лайфспауна. У них вообще беда. Они что-то тупят. Энергия же есть? Есть. Знаете, как мы проверим? Мы отсюда и отсюда уберем трутней. Засуну их пока сюда. И вот пусть они письками между собой мерятся, чтобы я уже мог понять, где действительно есть смысл, а где смысла особого и нет. Так, хорошо. Так, хорошо. Культивейт от пчелки, допустим, у нас на подходе, да? Нам нужно, опять же, маточное молочко. Не оно. Империал. Империал. Империал это нобл. Нобл это культивейт, это и коммон. Коммон у меня есть, это хорошо. Кстати, коммона надо посадить и тоже на лайфспаун. У меня коммонов мало. Коммон. Так. Мне главное, чтобы они еще и между собой не... Переэто... Переэто того, короче. Гендастри. Мне надо, мне надо, мне надо. Мне надо еще вот таких вот два лайфспауна. Раз, два, три, четыре. Пока хватает, на удивление. Я думал, уже кончится. Так. Два. Поехали. Лайфспаун. Коммон. Поехали. Я, правда, не знаю, что коммону надо. Точнее не помню. Нужна ли... Светок какой-то дополнительный. Смотрите, уже королевка появилась. Отлично. Принцесска, точнее, пардон. Но мне нужны трутни. Ну, хотя и принцесски тоже подойдут. Четыре. Один, один. Ну, пока одинаково в рове не идут, я бы сказал. То есть, скорее всего, это одно и то же. Либо они не стакаются. Я имею в виду эффект, от них не стакаются. Так, мне нужно что? Мне нужно от коммона. Принцесску мне нужно от коммона. Надо еще вот к каждому улью подвести экспорт баз, который будет экспортировать непосредственно соты. Хотя, скорее всего, будет логичнее сделать не экспортирует соты, экспортирует все, кроме пчел. Вот так вот. Так, наверное, будет правильнее. А пчелы я уже вручную буду приходить, забирать. Хотя, опять же, при смерти они не попадают туда, куда надо. Ладно, черт с ним. Так, что я там хотел? Мне надо культивейт этой коммон скрестить. Культивейт этой валент, культивейт этой ритуал, культивейт этой коммон, дилидженс, а мне ее и надо. Так, 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 так. Как бы я даже не знаю, давайте все-таки обратно вернемся. Маточное молочко. Империал, Нобл. Нобл это коммон и культивейт этот дрон. Коммон принцесса именно. Коммон принцесса. Но все бы ничего, если бы у меня, конечно, они были. Труднит эта херня, это не проблема, а вот с коммонами это беда. Пока только трудненько. Интересно это все. С этими пчелами. Еще пока не померла, что ли. Так, ну-ка, 25,5. Да, слушайте, походу все-таки эта штука работает. Так, 2-2, 2-2. До сих пор ни одной принцесски мне еще не прилетело ни с кого. Я просто не знаю, от смеси обратно я получу то же самое или нет. Видите, тут есть только коммон принцессы и культивейт этот трутень. Я просто не хочу принцесской жертвовать ради опыта. Реально не охота. Жалко. Коммонов не так много, просто-напросто. Они с определенной вероятностью выпадают из улья, насколько я помню. Че не спим-то? То есть из любого улья они могут выпасть, но вероятность весьма мала, поэтому... Поэтому жаба душит. Еще как. Коммон трутень. Культивейт от принцесса. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, давайте пока отвяжемся от культивейт, от коммонов и все остальное. Мы сейчас сделаем немного другое. То есть мы возьмем и посмотрим, что у нас подругой. Маджестик. Это Нобл принцесса и культивейт этот. Нобл у меня, по-моему, принцесса вообще не существует в природе, да? Да. Соответственно, пробуем вывести Нобл. А Нобл это у нас, опять же, Коммон и культивейт этот. То есть мы везде упираемся в одно и то же, чтобы сделать маточное молочко. Но я напомню, для чего я его делаю. Оно во многих крафтах очень надо. Особенно в том же самом продакшене. Какая-то амброзия, не знаю, что это такое. Но меня интересует антисерум. Мне именно вот она нужна. Ну и кроме того, благоухающая обшивка и все остальное делается непосредственно из маточного молочка. Такие дела. Что-то я вот сейчас думаю, а может мне сделать немного по-другому. Мне сделать экспорт трубы из термалки, которые будут экспортировать... А, не-не-не, не из термалки. Все-все-все. Сейчас мы, короче, пока... Пока тут все пытается работать, мы сейчас сделаем свою системку блэджеком. Бутанами. Так, меня интересует мод джаба, естественно. Пять штук мне не хватит, но пока достаточно. Эти берем по 16. Эти тоже берем. Так, давайте 64 еще скрафтим дополнительно. Так, кроме того, мне надо куча баррелей. И как я вообще хочу, чтобы все это выглядело. То есть вот здесь вот, допустим, до того, как я добегу до пчелок, я хочу вывести вот бочки. Которых уже будет непосредственно продукция от пчел. Ну, потому что я в систему, честно говоря, их не хочу закидывать. Не знаю, я думаю, даже половина бы хватило из того, что я сделал. Просто говорю еще раз, не хочу засирать свою апплайт-систему. Хочу, чтобы все это валялось в бочках, и, соответственно, бочки, естественно, у нас будут бесконечные. Не совсем угадал. Вот как-то так. Я думаю, десятки мне будет достаточно для начала. Потом еще добавим. Таким вот образом это все делается. Дальше. Везде запсотиваем бесконечный апгрейд. Естественно, сюда мы сейчас еще приведем, скорее всего, вот такую штукенцию. МЕ-сборочный терминал, который называется. Так, вот этого нам будет мало. Давайте еще 16 возьму с собой. А здесь где-нибудь поблизости поставлю костюмчик пчеловода, который у меня, естественно, появится попозже. То есть сейчас у меня его пока нету, но потом он и появится. Вот. Допустим, я это сделал. Теперь давайте распихивать апгрейды на 384 стака всех вещей. Не знаю. Как по мне, так более чем достаточно. Отлично. Что-то я не понял, а как так? Везде ж по 4... А, подождите, везде по 5 остается. Все нормально тогда. Так, давайте МЭ-трубы закажем. Желательно бы много. Ну, хотя их и так достаточно. Сборочный терминал, у меня еще и запасы остались, обалдеть. То есть, допустим, вот здесь вот у нас вылазит сборочный терминал из пола. Здесь у меня, соответственно, снизу подходит вся эта система подключения. Снизу она подходит, вниз она уходит. Ну, давайте вести, наверное, прямую какую-нибудь, что ли. Я даже не знаю. Ближайшая вон у меня. То есть, если что, там мы повернем. Раз, два, три, четыре. Ну, да. Просто отдельную линию для этого уж, конечно, вести будет глупо, я считаю. Так, отлично. Здесь мы ставим терминальчик. Теперь мне нужна труба взаимодействия. Шина, точнее, взаимодействия. Мне надо еще 64 сделать. Как я всегда говорю, в любом случае, вот что, что, шина взаимодействия мне точно пригодится. В будущем. Крути, не крути. Пчелы я сюда, конечно же, помещать не буду. Это уж будет излишнее. Но продукция пчелы, это да, это можно. Просто, чтобы ее здесь не валялось. Так, это хорошо. Здесь у нас что? Ну, допустим, давайте вот сейчас собирать у всех тут медовые соты, к сожалению. Пять. Пять. Не, вровень идут, короче. Даже РФ одинаково, значит, наверное, все-таки одинаково. Умиральная яма, блин. Так, и, соответственно, я это ставлю вот сюда. Лочу, закидываю. Ну, и, в принципе, все. Теперь мы можем отсюда эти соты просто-напросто выкидывать. Ну, в смысле, в систему. Так, мне нужны вот такие соты. Замшелые соты, какао соты. И пересохшие соты. Пока что. Пока что у нас вот эти разновидности. Так, давайте я сейчас все скину обратно в систему. То, что мне пока не понадобится. Я надеюсь. Ну, как-то так. Сейчас все это будем переносить. Просто я не хочу весь сундук перенести. Там лишнее валяется, так скажу. И все. Готово. Все соты за ночь, которые были набущены. Весело и непринужденно запихиваются в нашу систему. Сейчас мы проверим ее работоспособность. Система отработала полностью. И все замечательно. То есть все соты у меня попадает непосредственно сутный. Далее. Далее теперь. Энергия мне приходит. Но мне надо, естественно, отсюда экспортировать все. Мы возьмем, точнее, импорт. Импорт. Импортирующая труба. Скорее всего. Блин, я не знаю точно это хорошо. Но, блин, мне надо не точно, а другую. Сейчас, ребят, секунду. Мне нужен МЕ. Аплать, точнее. 2П, по-моему. Аплайт Режистикс. Соответственно, здесь мы ищем точно импортирующие. Вот, интерактивная импортирующая труба. Ага. Это я себе позволить могу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А где она? Беленькая такая. Просто мне казалось, у меня ее нету. Нету. Все отлично. Интерактивная есть. Соответственно, выбиваем интерактивная. Импортирующая. Давайте 10 штук. Уже, что ли? Обалдеть. Быстро, быстро, быстро. Господи, как же вас тут до хрена. Хоть бы у меня уже ульи начали какой-нибудь эффект давать, чтобы все попередыхали. Кали, у меня жуткая ненависть к ним. Так. Это, походу, не то, что мне надо было. Давайте точно попробуем. Блин, а неужели у него игнорирование метаданных и так далее? Или отсутствует вообще? Ну, вообще, метаданные это это. Но соты у нас имеют, по-моему, одни и те же разные метаданные, поэтому... Поэтому это немного неправильно будет. А, нет, смотрите, это урон можно засчитать. Класс. 15-й. Слушайте, да. Они имеют один и тот же айдишник, соответственно, они имеют разные метаданные. То есть, соответственно, я смогу через вот это вот при игнорировании урона экспортировать, в принципе, любые соты. Мне достаточно одну сотку взять отсюда. И вот если я вот сюда поставлю интерактивные, именно с игнорированием урона, то, по идее, оно должно будет сработать. Потому что урон как раз обычно именно в метаданных идёт. Ой, ну... Да. В айдишнике. Дополнительной циферкой. Так, ну и здесь, соответственно, вниз... Вниз, 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 вниз и вниз. Некрасиво, но что поделать. Так, М, Э, труба. Поведём я, наверное, не знаю, вот здесь вот по краешку. То есть, там у меня с той стороны энергии идёт, с этой стороны у меня будет идти как раз самая система. Не очень удобно, но ладно. Но... Слишком далеко улетел. Тикс. И вот сюда это всё выводится. Соответственно, как только я подключаю вот это, у меня должны из моих улей... У льёв экспортироваться медовые соты. Но не экспортироваться, соответственно, принцесски, которые у меня будут появляться после этого дела. То есть, так сказать, принцессы и трутни здесь будут... Ну, как бы сказать... Не тронутые. Они здесь будут оставаться. А мне, собственно, это и надо. Ну и примерно так же все остальные улья будут у нас работать. Так, что я хочу ещё? Может, конечно, и был смысл, допустим, сзади электричество подвести, а снизу экспорт. Ну, просто из-за того, что электричество я хотя бы могу как-то трубу закамуфлировать. А вот эти я трубы закамуфлировать, ну, никак не смогу. Ну, я подумал, может быть, и выведу. Допустим, вот здесь вот наоборот электричество проведём, а снизу у нас будет подключаться МС-системка. Но это уже не так критично и принципиально. Знаете, чё? У меня с Команом... Беда. Беда с Команом. Хочу прям... Хочу прям Гиндастри ещё раз. Гиндастри. И хочу сделать ещё четыре вот таких вот паучьих глаза. Если мне, конечно же, хватит. Маринованный паучьих глаз, точнее. Да. Хочу прям минус 120% жизни. Ну, хотя это уже перебор. Но чё бы нет. Чтобы они прям дохли и дохли, 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 дохли. Потому что продукция мне реально от Команов вообще не нужна. Никакущая. Никакущая продукция мне не надо. То есть, по идее, один воркин доходит до конца, она умирает. Воркин до конца, она умирает. Ну, должно быть, по крайней мере, я так думаю. Так, всё это у нас экспорт идёт. Соты у нас, естественно, копятся. Давайте, наконец-таки, откроем эти сумочки, которые у меня в инвентаре валяются. А в следующей серии уже продолжим взаим... Ну, с пчёлками, короче. Крутиться. Мутиться. Так. У меня есть три ревардбэга. Это у нас Пойшен Флэск. Это у нас Орэндж Саплинг. И... Книга. Обалдеть. Книга Прочность. Так. Это опять полёт на 18 минут. А это, я так понимаю, Саплинг Орэндж, то бишь апельсина. Ну, не самая нужная вещь, но и не самая плохая, учитывая, что у меня его и так уже до хрена есть. Ну, что ж, ребят, давайте на этом серии уже будем завершать. С вами был Вейштов Син. Не забывайте, если вам нравится моё выживание и вообще ЛПХ, подписываемся на канал и не забываем комментировать и ставить лайки. Ну, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Аграрен... Это была игра Майнкрафт. Сборка Аграрен Скайс. Версия Майнкрафта 1.6.4. Всем спасибо. Всем пока.